сколько лет сколько лет да кстати у меня идет 24 так что я чуть-чуть моложе да слушай вот это вот и почему я это спрашиваю потому что не то не только что чтобы номер один мире а опыт еще 24 года это же очень-очень круто и насколько и насколько если я теперь посмотрю обратно вот эти 24 года что произошло на территории орифлейм россия что произошло на территории орифлейм миря бессенге всякая была правильно же но про эту текущую ситуацию еще книгу еще никто не написал еще никто не знает что это значит что это вообще что будет дальше что было почему как жить страшно интересно все новое вот ты мне скажи я вижу ты сейчас делаешь по-другому работаешь сделать очень интересные вещи что такие самые важные моменты что ты для себя взял из этого текущей ситуации и что ты советуешь нашим зрителям что можно сейчас делать и что в никаком случае нельзя пропускать ну сами считайте 96 апрель месяц за это время мы пережили несколько кризисов 98 года мы пережили кризис 2008 года знаете как говорят в 2008-м россия решила праздновать десятилетие кризиса 98 года но неожиданно это праздновать подхватил весь мир вот ребята понимаете и все прожили все прошли прошли и пройдем еще что бы ни случилось все равно пройдем жизнь продолжается потому что на самом деле пандемия она когда-то кончается все равно практика показывает что на самом все это страшно это каждый раз страшно и на самом деле беречь себя надо беречь себя надо но в этих условиях со мной на другом надо работать потому что на самом деле времена меняются техники меняются золотые вот я организации сделать пять академиков реально деревья они понимают а я Juice то надо каждый день и вот и когда смеется одним академик в том я которая сильно заканчивает я начну фразмами заканчивает прекрасный вопрос да или узнать что я хотела сказать я securities за как я доп Trickie я знаю что вы scariestу я сильно люблю я уважаю за это таких Такие звали просто так не дают. Но понимаете, я академик в своей области. Я академик в своей области. Потому что на самом деле, если человек добился 200 каких-то потрясающих высот и остановился в своем развитии, то послезавтра его жизнь выбросит на мочевую. То есть основное качество успешного человека – это учиться и переучиваться. Ключевое слово «переучивать». То есть на самом деле сейчас изменяются времена. Сейчас очень многие люди остались без работы. Вообще без работы. От слова «вообще». Причем многие сейчас даже не вернутся на свою классическую работу, потому что уже многие компании просто уже обанкротятся. И очень актуально становится работа из дома, использование современных технологий. Онлайн, скайп, ватсап, зум, телеграм. И этим надо все владевать. Ребята, это все надо владевать. Это все надо учиться. Еще раз. Если вы не готовы учиться и переучиваться, ключевое слово «переучиваться», то послезавтра у вас жизнь выбросит на мочевую. Необходимое качество успешного человека в любом бизнесе – это учиться, переучиваться. То есть шагать в ногу со временем. Просто быть в тренде, быть от самой. То есть этому можно научиться, потому что, как я слышал, как ты говорил о том, что уже бабушки начинают проводить зум-конференции. Я знаю, что все бабушки практически со мнуками общаются по ватсапу. Причем это и дети умеют ватсапом пользоваться. Я сейчас смотрю, как у Альбина Каписова и там дети выкладывают уже, как бы сами уже ведут свой Инстаграм. Да вообще, как ты писаешь, причем они все делают сердиозно. Представляете, если они в 3 года, 4 года уже такие, что с ними будет к нашему возрасту? Это вообще он, да. То есть, ребятки, понимаете, и вот на второй вопрос отвечать, если то, я буду сказать так, что «Варисвейбер» – великолепное будущее. Великолепное будущее. Компания очень гибкая. Компания очень мобильная. Вот она уже сейчас шестой раз меняет маркетинг-план. Шестой раз меняет маркетинг. И каждый раз в духе со временем. И каждый раз заботясь о людях. Потому что на самом деле, ну, вот то, что сейчас вот, как бы, компания поменяла название, что мы сейчас не компания прямых продаж, мы компания социальных продаж. Ребята, это опять соцсети. Это опять общение. Это опять соцпродажи, социальные продажи. Это вообще, такого еще никто не придумал. Арифлейм опять в тренде, опять он наверху. И они очень строго меняются. И причем, на самом деле, они не боятся меняться. Они не боятся придумывать новую продукцию, они не боятся придумывать новый план маркетинга, они боятся всех людей пригласить в Таиланд. Это вообще ураган. Таиланд раньше был только для бриллиантовых директоров и исполнительных. Никогда туда золотые, а тем более старшие менеджеры, которые стали первыми директорами, еще никогда. Это очень дорогое удовольствие. И компания берет на себя это расходы. Потому что, на самом деле, она стала... Знаете, вот я просто очень часто рассказываю, что есть много хороших компаний, но очень мало великих компаний. Чем великая компания отличается от хорошей? У них есть ценности, выше денег. Да. Знаете, вот сейчас вот просто на самом деле, ведь конференция в апреле должна была быть конференция в Америке. Да. Сан-Франциско, Лас-Вегас. Это самое... В общем, компания все-все оплатила. Все оплатила. Она оплатила гостиницы, оплатила билеты, оплатила мероприятия, залы, там все, рестораны. Ну, не по зависимым от нее причинам, все было отмерено. Но компания, ну, как сказать, она берет на себя еще больше расходы, думая о людях, в первую очередь, ценности выше денег. Она приглашает вообще всех, не только всех, а вообще всех новых, всех растущих. Вот в непростое время растущих она тоже приглашает Таиланда. Это вообще удивительно. И этим обязательно надо воспользоваться. Таиланд – это вообще такая удивительная страна. Потому что, знаете, вот, когда Арифлейм везет нас куда-то на конференцию, это вообще песня. Почему? Потому что на самом деле, на самом деле, вот есть ребята, которые очень часто есть в Таиланде. Особенно там, которые живут в Благовещенске, в Хабарске, в Дневостоке, они очень часто есть в Таиланде. Но когда они попали на конференцию «Арифлейм» в Таиланде, они говорили, мы такого Таиланда даже не представляли себе, потому что «Арифлейм» готовит свои мероприятия за три года. За три года они изучают все, что там интересного есть, показали. Нас возили на Восточном экспрессе, на котором ездит королевская семья. Нас кормили с серебряной посудой. Там ребята, там подаются два бокала. Один мужской или женский. У них даже разные звуки. А он другому звук. Это вообще так интересно. Я, честно говоря, в Таиланде был много раз, но когда мы видели «Арифлейм», это вообще интересно. Обязательно воспользуйтесь. Обязательно воспользуйтесь предложением компании. Это дорогого историка. Да, кстати, очень интересно, что ты сегодня как раз говоришь на Таиланде. Мы же с Владимиром, когда полчаса назад мы дозвонились и чуть-чуть поговорили, что нам надо сегодня в эфире говорить. И мы не говорили про Таиланде ни слова. Это интересно, что ты говоришь. Поэтому до тебя я говорила с Еспером, да, полчаса на телефоне, даже где-то 45 минут. И Еспер мне говорит, смотри, как ты думаешь, может быть, мы чуть-чуть переборщились с Таиланда, что мы сделаем золотую директорскую конференцию. Я говорю, Еспер, почему тебе такие мысли? Он говорит, я думаю, может быть, места не хватает. Ты представляешь, Еспер, который знает весь мир, ехал на все конференции, сегодня утром мне говорит, что, слушай, я боюсь, что у нас места не хватает в Таиланде. И как раз ты тоже об этом сегодня говоришь. Я думаю, что это очень важный момент, что ты сказал, что реально вот надо взяться, да, но об этом надо уже думать сегодня. И мы не можем оставить это на ноябрь месяц и тогда думать, что ой, как холод на улице, давай-то я хочу в Таиланде. Надо взяться сегодня. А что ты советуешь сегодня людям делать, чтобы туда ехать? Ребята, ну вот, это я на каждом своем эфире говорю, что на самом деле смысл этого бизнеса, продукция великолепная, это чудесно, это замечательно, но все равно смысл этого бизнеса именно создание групповых товарооборотов, создание групповых товарооборотов количеством людей. Вот, знаете, и на самом деле в этой ситуации очень важно понять, очень важно понять, что на самом деле в одиночку здесь не станешь директором, золотым директором, сафиром, а тем более исполнителем или президентом. Потому что вот эти вот все изменения, которые сейчас в маркетинге произошли, это на самом деле... Да, я тебе скажу очень интересную вещь сейчас. Я, это время, когда ты говоришь, я очень внимательно читаю, что люди пишут в чате. Здесь очень личный вопрос, персональный вопрос. Владимир, очень реально круто помолодели. Что сделали? Велдус, ребята. Вот несколько, много вопросов есть, что Владимир сделает, потому что реально очень сильно помолодел. Ну, мы говорим серьезно или можно шутить? Оба можно. Можно и серьезно, и можно и шутить. Ну, так, по мирам, да, по мирам. Тогда серьезно, тогда серьезно. Утри и сельс. Ага, окей. Я знаю, я знаю, что ты сейчас занимаешься спортом тоже, правильно же? Ты включил прямо такой активный образ жизни. Я видела видео, Снежана постила, видела, как ты там ух-ух в зале. Правда, есть такое? Ну, даже сейчас, вот, находясь в изоляции, тоже ух-ух. Ага. Вот видишь. Вот. Катерина, знаешь, я просто хотел сказать о том, что, на самом деле, компания очень уважительно относится к своим лидерам. И она очень высоко их поднимает. И вот, когда вы входите в ТОП-15 мира, а я вас всех превышаю в ТОП-15 мира, там у нас есть очень много программ, которые специальны для ТОП-15. То есть, индивидуальные трансферы, индивидуальные машины, индивидуальное обслуживание, индивидуальные отношения, уважение. То есть, на самом деле, ребята, я приглашаю в ТОП-15 для начала России и потом мира. Это очень интересно. Потому что, когда мы поехали на Канары, то компания нам предоставила Ягуар в полосуточном пользовании. То есть, машина все время стояла около подъезда. То есть, в любое время, в ночь и утром, в любое время, выходишь в машину, типа, на колесах с водителем. Вот. И мы с нами, как-то сказали, что неудобно, мол, типа, все пешком, все тут, это сам, Анна, Ягуар. Он говорит, ничего страшного, все должны видеть, как компания относится к своим лидерам. Потому что, на самом деле, я говорю, ну, так это самое, мы одни тут на Ягуаре. Он говорит, ну, ребята, вы просто поймите, что если будет 20 президентов, будет 20 Ягуаров. Если будет 200 президентов, будет 200 Ягуаров. Вот. И если на этом острове не хватит Ягуаров, мы в другого острова завезем. То есть, ребят, знаете, это на самом деле, это уникально. Ну, вот просто, что делать надо? Что делать надо? Тройть команду, приглашать людей, активно приглашать людей. И тем более сейчас самое время. Вот вообще, знаете, вот мировая статистика говорит, что вот это времена кризисов, это самое хорошее время для того, чтобы... Приглашать людей в наш бизнес. Почему? Потому что очень многие люди теряют работу. Очень многие люди теряют доходы. Очень много люди теряют деньги. Причём некоторые теряют работу навсегда. И они сейчас все полностью растеряны. А Reflame всех тут устраивает, ребята. А Reflame всех, кто устраивает. И надо просто на самом деле приглашать всех. Есть такое правило в этом бизнесе. Правило полутора метров. Кто на расстоянии полутора метров оказался от вас, надо всех приглашать. И пусть они сами примут решение, нужен этот бизнес или не нужен. Никогда не решайте за людей. Просто разговаривать об этом бизнесе со всеми людьми, кому это интересно. Тебя интересуют заработки? Да, есть тема для разговора. Тебя интересуют дополнительные заработки? Есть тема для разговора. Тебя интересуют путешествия? Есть тема для разговора. Тебя интересует отсутствие свободной графики? Есть тема для разговора. Тебя интересует, тебя интересует, тебя интересует. Ребята, понимаете, это на самом деле удивительно, но, оказывается, эти вещи всех интересуют. И, как это сказать, ну, волну бесишь, волнусь, да. А чего? Ну, как же, вот. Ребята, понимаете, то есть, на самом деле, надо приглашать людей. Причем люди думают, люди там отказываются, люди прилепляют, им надо подумать, еще что-то. Ничего страшного, ничего страшного. Самое главное, не останавливаться, потому что, на самом деле, вот у меня Маргарита очень интересно привезла, как бы, пример работы в сетевом маркетинге. Она просто достала, как-то раз просто приехала из периферии, с работы, говорит, пап, я говорю, наша молодежь такая креативная, они так здорово все это придумают, что, говорят, я сейчас тебе только расскажу, просто, как они объясняют, как надо приглашать людей. Вот, говорит, смотри, вот есть колода карт, есть колода карт. Мы все знаем, что там есть четыре туза. Тут есть четыре туза. Попробуйте достать на туза. Нету туза. Нету туза. Опять нету туза. Да что ж такое? Ну, ведь мы же знаем, что там есть четыре туза. Я знаю, вы знаете, что там есть четыре туза. Продолжаем доставать. Опять нету туза. Ну, мы знаем, что четыре туза там есть. Опять. Нету. Нету опять. Но мы знаем, что там четыре туза есть. Какой попадется? Первый и восьмой. Может, двадцать четвертый, а может, тридцать второй? Я не знаю. Но там есть четыре туза, и мы с вами это знаем. Но самое интересное, что мы этих тузов можем найти быстрее, если начнем просто по три карты снимать. Если мы начнем по три карты снимать. А если мы с вами начнем снимать по пять карт, мы еще быстрее тузов найдем. Правильно? Правильно. Мы же знаем, что здесь в колоде есть четыре туза. Ребята, активные люди в этой жизни есть. Они есть в каждом городе, в каждом поселке, в каждом селении. Их надо просто найти. Надо им сделать предложение. Пускай они сами решают, нужно ли это ваше предложение или нет. Никогда не решайте с другими. Это получится, это не получится. Это будет заниматься, это не будет заниматься. Вот просто помните вы про это вот кого-то. Говорились? Есть. Нашел. Молодец. Может быть, предпоследний. Может быть, предпоследний. Да. Не, очень-очень интересная тема, конечно, то, что мы сами иногда решаем, что, наверное, ему или ее это не надо. Не, я не буду звонить, я не буду говорить, поэтому что, ну, человеку не надо. Вот это самая большая ошибка, да, по-моему, которую мы сделаем. Вместо этого, чтобы просто повторять и говорить эти интересные возможности, которые у нас есть. Катерин, знаешь, 17 секретов мастера, Катерин, там просто даны 17 секретов мастера работает. Вот, там рассказаны разные методы работы, домашние встречи, листовки, объявления, там разные-разные, обзоны, там анкетирование, еще что-то 17. Вот, в том числе и интернет, вот. И он говорит, что это не значит, что вы должны знать все 17. Это значит, что вы должны просто выбрать то, что вам нравится, и работать этим методом. Вот, но у меня для вас есть 18 секретов. Все эти методы работают. И если вам этот, и все эти методы, и все 17 работают, то есть это не значит, что вы должны все 17 выложить. Это значит, что вы должны найти то, что вам нравится, и работать этим методом. Но у меня к вам маленький секрет, что все 17 методов работают. Поэтому, если вы какой-то метод не любите, который вам не нравится, то поверьте, пожалуйста, что когда вы и его освоите, для вас это просто будет, ну, разбежение горизонтов. Вот, это будет рост вашего мастерства. Вот. И в этой книжке там есть в том числе такая глава, что не делайте за людей чужую работу. То есть есть ваша работа, но есть не ваша работа. Ваша работа делится вашей информацией, делится тем даром, который вам достался в жизни. Она очень часто говорила, что что-то я хорошее сделала, перед Богом заслужила, что меня Бошенька направила в Арифлейн. И вот этот дар, который мы получили, мы просто делимся этим даром. И получается очень интересно, что наша работа делится этим даром. Работа людей принимать этот дар или не принимать. Поскольку в этой ситуации вы можете контролировать только два параметра, качество вашего сообщения и частоту вашего сообщения, на этом и сосредоточьтесь. На этом и сосредоточьтесь, потому что на самом деле, просто ну как это объяснить? Вот мне очень нравятся слова основателя Магнита. Опять забыл. Не Магнитский, а Галецкий. Он очень удачный бизнесмен. Он очень удачный бизнесмен. Он даже разговаривал с Путиным. Вот. И естественно, он в разговоре с Путиным сказал ему свои предложения, что он предлагает изменить в экономике России. Ни одно его предложение не было принято. Ни одно его предложение. Очень успешный бизнесмен, Галецкий. И Магнита России это его изобретение. Вот. И когда закончилась аудиенция с Путиным, то корреспонденты к нему подошли и сказали, ну что, ваше предложение не принятое. Вы теперь тоже стоите в оппозицию? Как Ходорковский? Он говорит, нет. Не встану в оппозицию. Ну как же так? Ваше предложение не принятое. Он говорит, понимаете, что в этом дело? Послушайте, Магн, что он сказал. Значит, мои предложения были недостаточно убедительны. Если вашу подачу материала, если вашу презентацию люди не воспринимают, то ваш аргумент пока еще недостаточно убедительный. Вот над этим надо совершенствоваться. То есть еще раз. Ваша работа делиться даром, который вам расстался. Работа людей принимать ваш дар или не принимать. Поскольку в этой ситуации, значит, не надо за людей решать, нужен этот бизнес или не нужен. Ваша задача делиться этим даром. А чужая работа, работа вашего собеседника, принимать этот дар или не принимать. В этой ситуации вы можете контролировать только два параметра. Качество вашего сообщения и частота вашего сообщения. Если люди не идут на ваше предложение, на вашу презентацию, на вашу подачу материала, значит, просто ваши аргументы недостаточно убедительны. Надо еще почитать немножко, надо еще немножко пообщаться со спонсорами, надо посмотреть, как делают успешные люди. Понимаете, ребят, ведь на самом деле, если у вас что-то не получается, это не получается ни у вас, как сказать. Мне просто очень нравится, один раз я смотрел интервью РБК, там корреспондент брал интервью у двух представителей разных компаний сотовой связи. Ну, короче, к одному представитель говорит, как вы оцениваетесь на сегодняшний день рынок в России. Только той уже рынок кончился, уже поздно, уже тут вообще нового ничего не придумаешь. Почему? Да у каждого по-два-три телефона, вообще никому не надо вообще. Ну, ладно, понятно. Пару嗅 к другому. А вы, как расцениваете рынок сотовой связи на сегодняшний день в России? Могут, я считаю, что рынок сотовой связи на сегодняшний день даже еще не начинался. Он говорит, как так? Как так? Он говорит, ну, смотрите, во-первых, каждый год новые модели телефонов. во-вторых, каждый год у нас какие-то новые зоны, еще что-то там, приложения. В-третьих, у нас говорят, в России еще даже многие функции, которые на Западе работают, даже еще неизвестны. Какие? Умный холодильник, GPS, там вешаешь датчиком собаку, в любое время можно найти, где она, посмотреть, где находится собака. То есть в России еще много даже неизвестно вообще, рынок еще даже не начинался. Он говорит, а как вы расцениваете слова вот этих представителей сотовой связи, которые говорят, что сотовую связь уже как бы начинать поздно. Он так говорится, говорит, ну просто не надо свои проблемы выдавать за проблемы индустрии. Да, слушай, хорошая тема. Я тебя сейчас чуть-чуть перебью, посмотри. Мне просто, я знаю, что ты сейчас не читаешь чат, но мне просто надо тебе сказать, что обсуждается там. Там обсуждается сейчас твой возраст. И есть вопросы. Сколько лет, если не секрет, не надо ответить. Но я тебе скажу, что вот этот диапазон твоего возраста от 55 до 73. Ты представляешь? Так что очень интересная тема. Но давай мы даем людям все-таки быть в этом восторге из этого, как ты выглядишь. Поэтому что все скажут, что ты больше 55 не выглядишь. Так что поздравляю. У меня есть следующий вопрос. Посмотри, ты сказал такую вещь. Ты сказал, что не решайтесь за людьми. Не надо принимать решения, потому что вы не знаете, что они хотят. Это зависит, как вы будете предлагать или продавать. Или передать свой месседж, что вы хотели. Я слушала твои эти прямые эфиры. Не все, я честно скажу, но частично слушали. Мне очень нравилась вот эта тема, когда ты сказала, что очень часто наши консультанты и лидеры, наши партнеры и лидеры, очень часто сами ограничивают заказ человека. Когда ты сказал, а почему вы даете, почему вы скажете, что надо заказать 1200 рублей или 2200 рублей. Мне очень эта тема нравится. Вот ты можешь, пожалуйста, сейчас, может быть, дать какие-то советы людям, как не ограничивать, сделать эти заказы или продавать. Потому что эта тема очень важна. Мы сами иногда опять формируем в голове людям, что вот скажи, пожалуйста, только эти три вещи тебе будет хорошо. Почему это нельзя сделать и как можно этого не сделать? Ребят, знаете, вот вопрос продаж, вообще продаж, это вообще очень интересная тема, очень интересный вопрос. На самом деле, просто вся, вот смотрите, просто я вам сейчас приму такие примеры. Только продаж дают деньги, все остальное стоят денег. Очень хорошая вещь. Все центры культуры всегда возникают на пресечении караванов путей. То есть, еще раз, понимаете, вот мы как-то раз ездили в Арабские Эмираты, и там попался очень интересный гид. Она очень интересно рассказала про арабов. Она в том числе рассказала про то, что у арабов в Востоке вообще по Корану, вообще мусульман, по Корану престижа заниматься всего тремя вещами. Служба Богу, служба государству и как и страна торговли. Почему? Потому что пророк Мухаммед, так он стал пророком и 30 лет был купцом. А вот теперь представьте себе, до каких вершин можно трести любое занятие с над престижным поделением. Почему вот в Турции, в Арабских Эмиратах, почему приятно покупать? Потому что, знаете, если вы продажами считаете, вот впарить, втюхать, обмануть, обсчитать, обвесить, вы получаете один бизнес. А если вы, как арабы, например, воспринимаете это дело так, что я не продаю, я помогаю покупать. Ну, вот я просто очень люблю этот пример, который я привожу в своих эфирах, что на самом деле я могу сейчас вам рассказать просто историю из далекого-далекого будущего. Далекое-далекое будущее. Встретились четыре человека в баре пирка попить. Вот, один говорит, ну, сейчас машину надо покупать, не знаешь, с чего начать. Оживает второй человек и говорит, ну, я вам на своем каталоге, он как раз по маркетингу распространяет машины. А какая тебе машина нужна? Насколько человек? Для города или для проселочной дороги? А может быть, тебе нужно везти код, чтобы это самое, на рыбалку? Сколько у тебя семья? То есть, знаете, я не продаю, я помогаю покупать. Они вместе выбрали машину, он говорит, вот мой ID, мой номер, на него сделать заказ, тебе еще скидочку дадут. Он говорит, раз так спрячет каталог, говорит, вот машина такой очень простой, а мне сейчас дом надо покупать, не знаю, с чего начать. Раз, второй оживает, доставил в каталоге и говорит, ну, какой тебе дом нужен? В городе или в селе, в поле или в лесу, около реки или около озера, какая семья у тебя? Знаете, я не продаю, я помогаю покупать. Очень часто сейчас во всех магазинах, во всех ресторанах написано продавец-консультант. Не продавец, а продавец-консультант. Нащупать проблемы человека и... Что это продажи? Это умение решить чужие проблемы своими возможностями. Знаете, и вы получаете совсем другой бизнес. У нас одна девчонка, она классная. Вот Наташа Солуин, она классный продавец. Она, когда человек рассказывает про продукцию, она самому учится, понимаете? Вот. И она как-то привела на такой пример, чтобы, когда вот мне говорят, что человек, я не могу продавать, я не люблю продавать, я не умею продавать, говорят, ну, ладно, хорошо, не продавать. Но если у тебя люди попросят какой-нибудь заказ выполнить, ты его выполнишь? Она говорит, заказ выполни, вот и выполняй заказ. То есть, ребята, понимаете, все зависит от того, что вы вкладываете в слово продавать. Да. Если вы на самом деле помогаете человеку как бы решить его проблемы, если на самом деле вы как бы даете ответ на его потребности, то это, знаете, просто такое удовольствие оставляет, кроме всего прочего. Кроме всего прочего. Вот. Чтобы просто не вообще... Давай следующий вопрос. Да. Ну, посмотри, она очень связана с этим вопросом. Но я тебе честно скажу, я вот это возьму наоборот, я не продаю, а помогу покупать. Я думаю, что это очень хороший подход. Как только ты меняешь, если в голове вот этот подход, да, сразу всю картинку же меняется. Все меняется. Да. Абсолютно. Потому что на самом деле, да, вот большинство людей просто себе надумывают искусственные проблемы. Потому что, знаете, ребят, вот людей очень часто просто как бы пугает то, что вот, а если люди откажут? А что они подумают? А что они потом будут говорить? Ребята, если бы вы знали просто как мало, а вас думают другие люди. Ну, конечно. То есть, понимаете, на самом деле, ну, как сказать, когда вы лишь подходите к этому вопросу так, что я не продаю, я помогаю покупать, все меняется. Вообще все меняется. Все меняется полностью. Вы получаете удовольствие от контакта, вы получаете удовольствие от исхода нового события, вы чувствуете от себя пользу. Это вообще потрясающее чувство. Потому что, знаете, вот просто у меня есть лидер, который говорит так, что когда я иду к людям, то я знаю, что у меня есть, что сказать. Они об этом еще не знают, но я-то знаю, что у меня есть, что сказать. Да, 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 да. Потому что, кстати, я работаю с потрясающей компанией, с потрясающими основателями, с потрясающими руководителями, с потрясающими лидерами, с потрясающими сейчас руководителями в России вообще. О, спасибо. Нет, это серьезно, серьезно, потому что, на самом деле, Катерин, с вашим приходом с Виктором очень много России изменилось в лучшую сторону. В лучшую сторону, потому что, во-первых, мы чувствуем вас на связи все время. Все время на связи. Каждый понедельник доброе утро. Да. И снова доброе утро. И опять снова доброе утро. Тут понимаешь, что и пандемия, тут это самое, с дома не входишь, а с добрым утром. Это вот это вот лук, это лук, это лазубы. Вот. Спасибо. Это уже просто само по себе уже дает оптимизм. Доброе утро. Это уже наш бренд, да, новый. Владимир, смотри, мы сейчас меняли чуть-чуть терминологию в компанию Reflame. Наши консультанты стали партнерами нашего бренда. И наши прямые продажи стали социальные продажи. Твое видение на это, как ты это видишь? Вот я тебе спрашиваю, Владимир, что для тебя социальные продажи? Как это ты, ну, что с этим теперь сделать? Ты уже чуть-чуть ответил, но я все равно хочу, чтобы люди внимательно слушали твое мнение. Как ты видишь? Что такое социальные продажи? Что с этим теперь делать? Социальные продажи. Значит, ребята, понимаете, дело в том, что на самом деле все, что мы делали раньше, это было тоже социальные продажи. Просто называлось не так. Потому что на самом деле, вот, когда мы в 96-м году начинали этот бизнес, то тогда не было интернета вот такого, как сейчас. Тогда не было в соцсетях таких, как сейчас. Но мы строили виртуальную сеть из наших консультантов, и эти сети компания у себя в компьютере сохраняла. И это мы все делали без интернета. Сейчас просто вот эти новые возможности, новые, и, соответственно, новое название, чтобы социальные. Это значит просто жить среди социума, решать социальные проблемы, обращаться к социальным людям, искать контактов, учиться, учиться контактировать, учиться коммуницировать. Учиться, учиться, учиться и учиться. Так завещал великий В. Владимир. Да, и как ты сказал, я сегодня так много, знаешь, переучиться, да? Сейчас учиться и переучиться, это самое важное, да? Правильно же? Очень актуально, это в тренде. А, причем, напомните, я начал говорить про пять человек, которые, это самое, пикат сошли попить. Ага. Один помог другому выбрать машину, другой помог другому выбрать дом. Потом кто-то там говорит, здоровье не такое. Вот, тоже оживает тренде. Да. А какие проблемы? А у жены, у детей, у тебя, там, еще что-то. Понимаете, вот каталог, вот я типа, вот это порекомендую, вот это порекомендую, вот это. Я не продаю, я помогаю покупать. Это есть социальная продажа? Социальная продажа. Вот, потом, значит, они все закрывают каталоги свои, прячутся, вот, и говорят, это же все полбеды. А тут 8 марта, мы с вами знаем, что жене подарили. Тут оживает консультант Арифлейма. Да. Остают каталоги, говорят, ребят, а для кого? Развиженный возраст, какая кожа, сухая, чувствительная, сверхчувствительная, смешанная. То есть, опять, я не продаю, я помогаю покупать. Ребят, вы видите, и все меняется, вообще все меняется. Это я вам сейчас рассказал пример из далекого-далекого будущего. Из далекого-далекого будущего, лет через 5. Да. Слушай, а у меня есть такой, у меня есть такой, да. Максимум 7 лет. Хорошо. 5 лет. Я даю вот на это вот развитие, сетевого маркетинга, 5 лет, ну, может быть, 7. Слушайте. Да, у меня вопрос. Скажем так, что я должна это спрашивать, потому что ты самый крутой лидер в мире. И ты сейчас на прямом эфире. И ты сейчас, скажем, мне 15, я 15-процентник. Я очень хочу ехать в Таиланд. Ты мне скажи три самых важных вещей, которые я должен делать ежедневно. Ежедневно, чтобы ехать туда. Ежедневно. Это ключевое слово. Поэтому я уже понимаю, что если я что-то хочу, я должна менять какие-то свои привычки. Я должен сделать какие-то ежедневные вещи, чтобы достигнуть своего результата. Ну, в рейфлении мне три вещи. Что мне надо сделать ежедневно? Катерин, знаешь, что ты затронул сейчас очень интересную тему, что маленькие результаты, но повседневные, они дают очень большой результат. Очень большой результат. На самом деле происходит накопление, так называемый кумулятивный эффект. Когда ты вроде бы делаешь каждый день маленькие действия, которые там вроде бы даже не заметны, но когда это в итоге все это вливается в колоссальный результат. Накопительный эффект, да? Накопительный эффект, да. И это просто незаметно. И иногда окажется, что вот... Ну, ребята, вы понимаете, я не один раз обращаю внимание, что кто-то занимается таким маркетингом, они очень здорово меняются. Почему? Потому что они начинают книги читать, они начинают на семинарах ходить, начинают общаться с людьми, учатся формулировать свои предложения, учатся защищать свои предложения. И вот просто я просто жизнью могу рассказать, что люди, которые вас давно не видели, просто как вы начали заниматься таким маркетингом, они так-то возможно говорят, что у тебя случилось, ты какой-то другой. Это на самом деле так, потому что на самом деле я просто могу точно сказать, что когда вы работаете в северном маркетинге, то на самом деле вот все, что я сейчас перечислил, вас очень меняют. То есть у вас меняется осанка, у вас меняется взгляд, у вас меняется тембр голоса, вы очень сами меняете с работы в северном маркетинге. Вот, и поэтому обязательно надо, обязательно, ну, как бы, бизнес приглашать и свою семью на пару. Потому что на самом деле был момент такой в нашей организации, когда начались много разводов. Ну, то есть жена ходит на семинары, жена читает книги, жена, а у мужа 3D, тапочки так на телевизоре. И происходит разрыв интересов. Жена разливается, а муж лежит на диване и смотрит футбол. Знаете, и на самом деле очень много разводов в общении. Вот, и мы придумали, как это делать. Мы просто сказали, приглашай своего мужа. Приглашай своего мужа. А он меня не слушает, он меня не воспринимает, он еще что-то правильный, он тебя не будет воспринимать, потому что мой муж. Но он всегда будет воспринимать твоего спонсора. Ага. Пригласи у нас встречу с твоим спонсором. Пригласи у нас встречу с твоим спонсором, потому что на самом деле от тебя он может не услышать. От спонсора он услышит и наконец что-то поймет. Знаете, причем на самом деле это все, ребят, знаете, все это описано в книгах, тут ничего придумывать не надо. По большому счету, если вы серьезно решили заняться сетевым маркетингом, В любой области, в которой вы хотите заниматься серьезно, вы должны быть профессионалом. Вы должны быть профессионалом. Что такое профессионал? Человек, который много знает, который много умеет, много делает, у него получается. Но он не рождается таким. Всему этому можно научиться. Понимаете? И поэтому, на самом деле, если вы хотите добиться успеха в сетевом маркетинге, то прежде всего надо учиться этому бизнесу. Надо читать книги, надо ходить на семинары, надо общаться с успешными людьми. Обязательно. Надо становиться, еще раз повторяю, профессионалами в этом бизнесе. Понимаете? Для того, чтобы быть профессионалом, надо просто читать книжки. Поэтому я всем людям... Мы всегда с самого начала приглашаем людей через понимание процесса, куда мы их приглашаем. То есть для меня очень важно... Знаете, у нас даже такой пример есть, что фундамент вот этого здания, где я нахожусь, фундамент того здания, где ты сейчас находишься, фундамент тех зданий, в которых сейчас сидят люди, которые нас слышат. Начал рыться только после того, как это здание было уже построено у кого-то в голове. До последнего шпингалета. И только после этого приступили к этим фундаментам. Когда я приглашаю людей в Reflame, то я с самого начала хочу с тобой в Нью-Доле построить здание Reflame. Что здесь надо делать? Кто вам здесь будет помогать? Что от вас нужно? Что вам за это будет? Еще раз. Что такое профессионализм? Это понимание того, чем вы занимаетесь. Вот надо приглашать в бизнес через понимание. Потому что, ребята, понимаете, вот... Ой, а что это Reflame? Я говорю, а что ты знаешь про Reflame? Ой, Володя, я все знаю про Reflame. Я уже сам как раз был подписан. Я уже в 17 презентации прошел, я все знаю про Reflame. Я говорю, хорошо, расскажи мне своим словам, что ты знаешь про Reflame? Он говорит, так, знаете, продавать надо. Как будто меня подловил. Я говорю, да, это один из видов наших заработков. Что ты еще знаешь про Reflame? Людей надо приглашать. Я говорю, что ты говоришь? Да, правда. Это на самом деле еще один вид нашего заработка. Что ты еще знаешь про Reflame? Что там еще что-то есть? Я говорю, да понимаешь, что я делаю? Ты мне сказал, что сейчас два вида заработка. Два. Еще два самых маленьких назвал. Ну, не продашь немного, хук треснет. Две руки, две ноги, 24 часа в сутках. На людях тоже много не заработаешь. Если ты не знаешь, куда их приносишь, что от них нужно. А я здесь насчитал. А я здесь насчитал. Семь таких заработков. Семь. Продажи. Продажи и предложения людей только одни из этих заработков. Ну, почему ты про эти пять молчишь? Я сейчас прокомментирую. Дело в том, что, когда мне так заявляют, я показываю просто наш план успеха. Наш план успеха. И говорю, смотри. Вот здесь видео, это премия. Это наша карьерная лестница. Это как, ну, там звание. Да, лейтенант, майор. Они не просто звание. Они еще спровождаются денежными премиями. Одноразовым. Ну, чтобы не уж корентироваться, где-то личное захватное. Вот. Ну, смотри. Здесь есть тысяча долларов, там, 2000, 6000, там, 12... Ну. А вот здесь, смотри. 30 тысяч. 100 тысяч. 200 тысяч. 300 тысяч. Ты понимаешь? 300 тысяч долларов. 100 тысяч долларов. 200 тысяч долларов. 300 тысяч долларов. Ты понимаешь, что за продажу столько не платят? Значит, в этом бизнесе есть какое-то другое направление работать. Постарайся разобраться. У меня сейчас просто в директе, там даже еще написал, как мне вырасти туда президента. Я говорю, вот ты когда поймешь разницу между директором и золотым, в твоей жизни все начнет меняться. Когда ты поймешь разницу между золотым и бриллиантовым, это очень много изменится. Когда ты поймешь разницу между бриллиантом, директором и президентом, после этого ты остановиться не сможешь. Когда ты поймешь, за что же присваивают президента, делают других людей успешными, делают других людей богатыми. Вы ни разу не задумывались о том, что другом может быть только между равными. Между людьми, которые не зависят друг от друга, не финансово, не административно. Вот рефлайминг как раз бизнес для таких людей. Мы, вот понимаете, вот на самом деле, вы смотрите, если мне человек нравится, я не буду все слова, чтобы ты еще раз встретишься. Если человек мне не нравится, я не буду все слова, чтобы с ним больше не встречаться. И поэтому получается очень интересная вещь, что оказывать смысл этого бизнеса, это искусственно, целенаправленно формировать себя в руках общения из людей, которые для вас самим богом предназначены. Самим богом предназначены. Знаете, вот подумайте об этом, подумайте об этом. Еще раз, я не знаю в каком поколении у меня встретится человек, который для меня сами богом предназначен. Может он у меня встретится в 3-й поколении. Может быть в 7-й, 10-й. Но я искусственно целенаправленно просто коноционирую вокруг себя людей, которые для меня сами богом предназначены. Еще раз, если замечательно нравится, я иду все слова, чтобы с ним еще раз третьить. Если не нравится, я иду все слова, чтобы с ним принципиально не встречаться. Знаете? Вот. И получается очень интересная вещь. Делать других людей богатыми. Делать других людей счастливыми. Делать других людей делиться. Знаете, вот просто есть такая притча интересная. Жили два соседа. Два соседа. Вот. Один злой, другой добрый. Вот. Злой все время какую-то пакость хотел сделать доброму. Вот. Как-то раз взял на крыльцо, в себе, на крыльцо, поставил в ведро с навозом, с какашками. Хотел на пакость таки. Вот. Хозяин добрый, который взял у тебя дрова, разбил, разлил под кусты, потом помыл хорошенько, нарвал яблоко. Нарвал яблоко. Прямо с яблони. И поставил на крыльцо соседа. Сосед удивился. Утром открывает дверь ведро. Его ведро отмытое в полный яблок. Он говорит, как так? Как так? Я же тебе туда поставил это самое, а ты мне у тебя в яблоке. То есть я тебе какашки, а ты мне яблоки. Как это? Объясни. Он говорит, ну, каждый делится тем, чем богат. Точно. Слушай, ну, все-таки вот эти три самых основных вещей. Вот такое ежедневное действие. Потому что ты сказал очень такие важные вещи. Ты сказал, что надо понимать, почему в этом бизнесе. Твой основной суть этого бизнеса. Ты тоже очень много говоришь сегодня, все-таки, чтобы обучаться, переучиться, читать книги, понимать. Да, это очень важно. Я все-таки хочу добавить, что вот эти, ты сказал, семь. Вот так, семь. Вот эти два самых важных, это все-таки ежедневное рекрутирование. И можно это называть, ежедневно надо говорить про возможности Арифрейм. Я бы даже не говорила, а ты об этом уже вначале говорил, да? Ежедневно постоянно говорите про возможности Арифрейма. И не решите, за ними они хотят или нет. Да? И продажи. Это раз, это два. Продажи здесь берутся по ходу построения, просто из своих личных объектов. Да, вот у меня просто, тут возникает еще одна тема интересная. Как научиться правильно пользоваться нашей продукцией? Во! Потому что на самом деле, большинство людей просто, как бы, ну, спотыкаются на самое необходимое. То есть, вот то, что, вот, что, вот, что-то баллы считают сколько там, понимаете? Сколько-то баллов. Вот, надо уложиться ровно там 200 баллов, ровно 150 баллов. Чушь какая-то, ребят, понимаете? Дело в том, что, вот, наш каталог, это Арифлейм, это вообще огромный магазин. Огромный магазин. Ну, ты приходишь, когда в Ашан, когда приходите, там, магнит, когда приходите, вот, большой магазин, О'Кей, там, еще что-то там, вот, огромное количество фонок. Просто, глаза разбегаются. Арифлейм, это то же самое, огромный магазин. Наш каталог, это прилавок. Там тысяча позиций, тысяча позиций. Я не понимаю, как можно прийти, например, в магнит и взять только одно масло. В том, что, берем комбасу и яйца, рис, сыр, соль, сахар. Знаете, мы набираем полностью месяц, сахарный для жизни. Ребята, в Арифлейме все есть. Просто не надо наращивать свое потребление. Просто поменяйте свое потребление. То, что раньше покупали в Ариале, то, что раньше покупали на рынках. Покупайте все это в Арифлейме. Как это сделать? Великолепный, вообще, совет. Значит, у меня просто магнита, она как-то раз говорит, пап, а можно, я еще в школе учился, можно я, говорит, вот, выпишу все, что я хотела бы взять из Арифлейма, надень на листочек бумажки, с ней смотреть, надень. Я говорю, давай. Она берет рис бумаги и с одной стороны его заполняет. Просто берет каталог, открывает, так это я хочу, это я хочу, это я тоже взяла бы эти, я попробовал бы. Вот, выясняется, что она чуть ли не весь каталог переписала, ребята. Чуть ли не весь каталог. Это все ей нужно. Она все это получила бы, если бы не вопрос не стоял в фиграх. Поэтому, что я рекомендую. Вот, посмотрите, вот, закройте, значит, вот есть такой метод, выходить в ресторан, ну, по правой стороне меню. Люди делают заказы по правой стороне меню, там, где подешевле, по цене смотрят. А есть люди, которые заказывают по левой стороне меню, нигде они на цену. Ну, не бывает дорогих цен, бывают маленькие заплаты. Да. Да, это вот. То есть, ребята, на самом деле надо привыкать, надо себе просто поставить задачу, на самом деле жить по левой стороне меню. Надо потеть больше, и она пользует больше. Конечно, смотрите, получается очень интересная вещь. Дело в том, что на самом деле, когда она Баргалита выписывает, все, что она хотела бы иметь у себя дома, если не смотреть на цену. А после этого началась очень интересная вещь. Она начала, говорит, так, что мне нужно в первую очередь? Один. И вот это один, и вот это один, и это тоже в первую очередь, и вот это в первую очередь, и вот это в первую очередь. Это можно во вторую. Это можно даже вообще третью. Ну, вот этого можно вообще отказаться. 0,5-5,0. Выясняется что в первой очереди врук набирается балов на 600 Не лично, для себя Да В следующем каталоге вы покупаете то что во второй очереди В одном каталоге вот это купили В втором каталоге вот это купили А в четвертом каталоге уже порою покупать то что покупали и все кончилось Да. Хорошо. И, ребята, не ограничивайте себя вот этими 100 баллов, 200 баллов, там, 150 баллов. Вот, знаете, вот, честно говоря, на самом деле, мы всегда гордились тем, что мы вырастили сильных лидеров. Люди, которые прошли через несколько кризисов. Вот. И мы этим гордились всегда. И, на самом деле, меня каждый раз немножко расстраивало, когда компания делает акции. Ты хотя бы 50 баллов сделала, получишь подарочек. Подарочки должны чего-то стоить. Если вы получаете бесплатный подарочек, то вот и цена этому подарок будет. Я тебя очень хорошо поняла. Слушай, я очень извиняюсь, но у нас уже время проходит до конца. Я вижу, что мы с тобой... Но не говори. Мы с тобой можем говорить часами, но это выглядит, что мы с тобой сделаем еще одно интервью. И еще не одно, а несколько, поэтому что выглядит, что вопросов много, тем много и очень интересно. Теперь последнее. Даже не вопрос. Что ты хочешь сейчас пожелать всем слушателям? Поэтому что нас внимательно слушает. Два тысячи больше, два тысячи человек. Что ты хочешь желать им? Вот в текущее время такой самый твой хороший совет, чтобы они сегодня ушли и из-за этого думали, вау, вот это я хочу, это я буду, это мое. Ну, значит, первое. Reflame может быть очень серьезным бизнесом, если к нему серьезно относиться. Второе. Значит, на самом деле, вот когда мы стояли и начали работать, то она мне ставила задачу просто регистрировать по одному человеку в день. Она мне задавала вопрос, а завтра кого регистрировано? Я говорю, никого. Значит, после завтра ух. Третье. Грош цена вашему бизнесу, если вы просто зарегистрировали человека и оставили его без внимания, без обучения, без поддержки. Потому что, на самом деле, все изменения маркетинга, которые сейчас делаются, они все сделаны на командообразовании. Да. То есть, на самом деле, это очень дорогого стоит. То есть, на самом деле, вот как бы Reflame четко понимает, что в одиночке бизнес не сделаешь. Талина очень часто утверждала такой пример, просто что в этом бизнесе мы как альпинисты в связке. Пока нижнего не подтянешь на свою высоту, сам не можешь подняться выше. Да. Очень спасибо огромное. Вижу прямо, что ты сказал, Reflame – это очень серьезный бизнес. Надо сделать один рекрут в день, если сегодня не сделать, завтра два. И третье – строим все на команду. Я думаю, что… И вот этот, как ты сказал, альпинист, да, чтобы последнего не то тянешь, тогда сам никуда не пойдешь. Это очень хороший совет. Владимир, я очень извиняюсь. Ты не представляешь, как мы меня рубаем в чате, что мы заканчиваем это интервью. Но, к сожалению, мы должны это сделать. И мы очень скоро, еще раз передашь Владимира на интервью. Мы уже тогда планировали несколько часов до этого, когда люди от нас реально устают, если такое будет. Так что сегодня тебе огромное спасибо. Тебе удачи. Передаю еще слово отсюда, что отлично выглядишь. Вельдерс, наверное, много пьет. И реально, я тоже хочу посоединиться здесь. Реально хорошо выглядит. Как будто такой энергичный, молодой, весь такой живой, красивый. Это очень круто. Так что спасибо огромное. Еще тебе слово. Я еще хочу добавить, что на самом деле сейчас каждый день в 18 часов, каждый день в 18 часов, значит, мы проводим прямые эфиры. Я провожу прямые эфиры. Кроме субботы-воскресенья. Мы с вами приглашаем всех желающих, всех-всех-всех желающих. То есть независимо от страны, независимо от... Потому что очень много людей из Польши, очень много из Эстонии, очень много из Индонезии даже слушают, смотрят эти прямые эфиры. Вот, смотрят за чатами. Вот, потому что сейчас вот в своем, как бы, Инстаграме я начинаю выкладывать главы моей будущей книги. То есть там у меня сейчас 64, что ли, поста, но это 64 главы. И все они не из пальца высосаны, они просто концентрированы, а тут глава, потому что надо было вложиться в 2300 знаков. Вот, на самом деле там очень многие ответы на многие вопросы. Вот, Инстаграм, Владимир Ближайев. Обязательно. Прямые эфиры в 18 часов, Владимир Ближайев. Хорошо. Превышает всех, и Украину, и Эстонию, и Польшу, все-все-все-все-все. Вот, Турции очень много там, просто даже интересно потом рассматривать эту географию. Вот, то есть сегодня в 18 у меня будет встреча с Афонемой. Вот так вот, так что, люди, пожалуйста, не надо злиться на меня, я знаю, что мы можем еще несколько часов говорить еще, Владимир, огромное спасибо. И мы тогда на сегодня уже заканчиваем наш прямой эфир. У нас сегодня, кстати, очень длинный, полтора часа почти. Понимаю, почему, поэтому Владимир никак не мог не ответить очень конкретно на все вопросы. Очень интересно. Спасибо тебе, удачи. Сегодня в 18 часов на Инстаграм, Владимир Ближайев весь прямой эфир. Так что я всех теперь туда тебя отправляю, а мы с вами встретимся через неделю в 11 часов. Катерин, спасибо тебе, спасибо за улыбку, спасибо тебе за твои вопросы, спасибо тебе вообще за такой настроение. Спасибо. Пока-пока.